Это за футбол! Это Один Голик! Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики канала Один Голик! Наконец-то снимаем новый выпуск, а его героем стал один из самых талантливых игроков 1988 года выпуска Олег Баннов. Ему уж точно есть что вам рассказать, я думаю, что просмотрев данный выпуск вы точно кайфанете, поэтому смотрите до конца. Сейчас я прыгну в маршрутку и отправлюсь на стадион Брянских партизан, где мы с ними встретимся. Тянуть кота за яйца я не буду, поэтому поехали! Ален Делон не пьет одеколон, Ален Делон, Ален Делон пьет двойной бурбон, Ален Делон говорит по-французски Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Олег Банов. Я думаю, многие знают, кто такой Олег Банов. Кто забыл, мы напомним сегодня. Ну хорошо. Расскажи, как ты вообще пришел? Учился в школе на новостройке, да, в третьей гимназии. И там было объявление на футбол занятия. То есть ты пришел по объявлению? Ну да, набрали по объявлению, как обычно. Там как бы был тренер Пророков Евгений Иванович. Мы там занимались года два, наверное. Потом было соревнование среди школ. Там набирали в секцию партизана. И меня взяли туда сразу. Сначала я был в школе партизан. Потом мы поехали. Я поехал в Локомотив на просмотр. А сначала был за сборную, я сыграл. Ну, за сборную Брянска. Я забил туда больше всех вообще в зоне вообще. И меня Владимир Филиппович Столимов повез в Локомотив в Московске. Там я не остался. Потом я приехал назад оттуда. Мы поехали в 13 лет на турнир в Геленджик. Тоже за сборную. Там меня сразу взяли без просмотра. Футбольное дело. Только был интернат в Москве. Вот. Там я пробыл полгода. Кстати, жил с Артемом Зюбой вместе в номере. Если что. Сейчас капитан сборная наша. Общаетесь, кстати, с ним? Ну, как я с ним буду общаться? Ну, как же, фотку какую-нибудь, может, ему скинул. Кстати, я хочу сказать, что тогда он не особо выделялся. Был просто худой, как Крауч, вот так вот сказать можно. Худой такой парень. Ну, добрый такой, общительный. Вот. Школу прикрыли из-за чего? Был такой, там был президент этого всего мероприятия, как бы, школы этого мероприятия. Ну, я не знаю, как назвать это. Там сбор был всех. Сброд. Ну, там сброд был хороший такой. ЦС Каспар, ТАК, Динамо, Локомотив. Всех лучших. Они забирали их себе вот в эту команду. Это судья, который самый известный в России. Там, суда, вот эту школу хотел самых лучших собрать там. Кусаинов такой был. Потом мы приезжаем. Я приезжаю туда, а где все? А никого нет уже. Ему, короче, избили за то, что вот он это все делает. Понял? Собирает лучших игроков со всех московских команд. Там, ну, там еще другие города были. Мы к нему заходили в офис, там, он с двумя охранниками, весь избитый. А избил кто? Кто? Ну, ладно. Что-то из клубов кому это не нравилось? Конечно. Ну, если, например, вот ты, как бы, воспитываешь человека, а тут раз, вот тебя бесплатно забирают. Да. Потом я поехал в Новороссийск на просмотр. Просто сам себе позвонил, они в премьер-лиге играли. Это один долик. Приехал Черноморец на первую игру же сразу. Там попал на товарищескую игру сразу. Забил два гола и остался там на год. Ты за свои там жил? Либо там все это уже было? Все это школа-интернат, все по премьер-лиге. Дубль по лучшке края, последнее место. Дубль по премьер-лиге, последнее место. И дубль по... И основная команда тоже вылетела. У меня уже 15 лет было. Он позвонил в апреле, говорит, давай, приезжай. Все. И я не успел. Я бы поехал. Просто мне предложили динамо контракт. Без всяких просмотров. Я тоже приехал. Мне позвонил Филиппович и сказал, приезжай на Дон Спорта, мы подпишем контракт. Я подписал контракт на три года. Вот. И я ему говорю, я подписал контракт. Надо было ехать, кстати, туда. Вот вы буквально ошибся. Я чуть-чуть. У меня с 15 лет контракт. Я шесть... Потом сейчас... А сколько по контракту там, как бы, говорил? ЗП там все-то присутствует? Десятка, да. Десят тысяч. По тем временам? 2003 год? Да. Десятку они у меня сделали. И вот, 15 лет. Я ему говорю, этому тренингу. Ну, не так не получается. Ну, честно, я тогда... Конечно, тот кажется. Правильно? Ну, первая лига тогда. Тот кажется молодой, все. Беланович был тренер. Волейболист. Вот. И он меня... Ну, что ты называли? Волейболист. А знаешь, почему волейболист? Потому что мы на тренировках тогда. Мы больше всего играли в волейбол. Ну, начался сезон, все. Мы приехали со сборов, начал играть за Дублость. Я стал лучшим бомбардиром области. Сколько забил, помнишь? 21. Вот. 17 лет, и никто ничего, ну... Как бы... Я ожидал, что должны же вызвать на сбор хотя бы, правильно? Хотя бы на сбор вызвать. Нет. Опять вот еще в Дубле получается. А брали, главное, на... Даже на двусторонку не взяли, на зимнюю, в отрасну просто. Я встаю, думаю, ну а что, и как еще себя проявлять, правильно? Ну, лучше мой бомбардир, ну возьми, ты посмотри. Хотя бы на двусторонку уже, ладно. Мы играли в Сельцо, я помню. Конец первого круга был. И приехал президент. Куда был. Сеняю. Президент. На игру приехал, как бы, посмотреть. Контракт уже заканчивался. Три года вот эти уже заканчивались. Надо продолжать. Надо что-то, ну как бы, что там, как бы. И, короче, он приехал на игру, таким матом меня начал поливать. Я думаю... Куда попал? А Приняев? Сеняев, да, ну матом. Куда? Кто его этого дебила сюда привез вообще? Кто это? Ну я вроде неплохо играл, а попал я на Диму Митта. Он играл в защитника. Да, конечно, тяжеловато. Мит приехал только по моему с Владивостока, если я не ошибаюсь. Он еще... В порядке был. А как он порядок? В полном порядке. Я что-то думаю не то, что-то туда-сюда. Да, и он там... Ну как бы тяжеловато. Ну так вроде ничего. И убирал, там было. Пару подач сделал. Нормально. Против Митта нормально все время было сырать. Вот. И думаю на следующий день... Ну там матом меня плевал, он конечно. И как раз контракт подходил. А на следующий день звонок с утра мне домой. Приедет на стадион. А кто позвонил? Я не помню. Кто-то с руководства. Вот. А они еще сказали паспорт с собой возьми. Я думаю, зачем паспорт? Не знаю. В армию. В армию. Может быть, кстати. Приезжал я на стадион. Думаю, пойду зайду, заберу документы. Думаю, все. Аня, давай паспорт. Мы тебе поделиваем контракт еще на 3 года. Думаем на зарплату еще на 10 тысяч, то есть 20. Ну и у нас сбор был. Должен был в Словакии быть сбор. А там что-то не получилось. И мы 10 дней вот на отратке тренировались. Ну, все, тренировался отлично просто. Забил на гол на последней Докторонке. Все. Приезжаем на базу, играл с Орлом первая. Ну, это как его? Там и Толстых вам рассказывал. На меня Зимин заходит, но там перед тем как, кто в заявке, да? Заходят номера, говорят, ты в заявке. Ну, он на меня Зимин говорит, едь домой, все, ты не в заявке. Ну, ладно, что какая разница. А у нас как раз тренировка была. Они уехали играть, а у нас тренировка за дубль. Я тренируюсь, тренируюсь на меня сладуха. А ты что? А ты что здесь делаешь? Я только как-то еще трахируюсь, что-то не видишь. Ты же заявки должен быть. Я говорю, как заявки? А вот так вот. А еще Ишуков, они 3-0 тогда выиграли, да? Этот матч. Ишуков как-то 3-0 стал, он подходит к хамейке и говорит, где Баннов? А Зимин говорит, как, где я дома? Дома, экзекиев. Да серьезно, мне даст их рассказывал. Дома, ёпта. А потом он говорит, ну как так? Что за отношение такое непорядочное? Ты тоже знаешь, как хочется заявку покупать в 18 лет. Такая, ну... Потом, игра на кубок. А игра на кубок была шинником. Это тот год, когда команда стала мастерами спорта. Кубок, когда они седьмое место и кубок. До полуфинала, да. Это эта команда, да. Легендарный клуб. Легендарный клуб. Он бы мог не стать обладателем. Если бы тебя поставили. Слушай, да, сейчас расскажу историю. Думаю, ну сегодня должен выпустить. Я приехал на состав такой, кто был, короче. У меня Рыбатин, которые играют редко. Вот. Там, по-моему, человек 14 приехало. Вообще. И вот уже сколько... Мы ведем 1-0 повели мы, да. Потом они нам 3 забили. 3-1 мы проигрываем. Им еще один гул забить и они выходят дальше. И он выпускает меня, короче. Минут на 15. Вот. Дебют. Дебют, да. Там, например, Лига. В Ярославле. В Ярославле, да. Я, короче, выхожу. И под конец матча уже вот просто 90 минута. Я помню, что-то мяч получает. Возле где-то в середине поля, по-моему. Как я там оказался? Или возле своих ворот. Что-то такое вот где-то так. И я поздаю кому-то. И мой чудак перехватывает мяч. Да они вдвоем выходят на вратаря. 90 минута. Двоем уходят на вратаря и убьет он штангу, короче. Он ему катит. И тот чуть-чуть плохо покатил, тот бьет штангу. И все. И свисток. Если бы он забил гол, то никакой бы и не было этого, короче. Я там за голову держу. Меня не убью сейчас в раздевалке. Хотя, мне кажется, там их Динамо. Ничего не надо было, если честно. Второй состав. Потом уже покатило по накатанной. Там Ростов, по-моему, да? Ростов, Москва, потом еще кто-то. А, и торпеда, вот. И все. Сначала я приехал с Шинника, с Ярославля. В этот же день. В 5 утра мы приехали. Ну, утром, короче. И игра с Кокина на чемпионат. Я поехал в Кокина играть. И такие пацаны ржут. Сегодня с премьер-лигой. Я вчера в премьер-лигой играл. Сегодня на области вышел. Заканчивается тоже этот год, да? Короче, начинается следующий год за дубль. Мы играем на область. У меня еще контракт. Получается, мне 21 год. У меня еще контракт. У нас была игра. Они там всей командой, я помню, сидели на трибуне. В отратке. Играли против Локомотива. Я, короче, там их отвозил. Ну, честно, ребят, не в сути. Ну, правда, так было. И они мне пригласили после этой игры на двухсторонку, короче. Короче, поезжаю на двухсторонку. Забил опять. Ну, на двухсторонке. Забил, сыграл вообще. Ко мне Колумбеков такой. Артур. Артур Колумбеков ко мне подходит. Говорит, типа, ну, что там, как. Я про тебя слышал, типа, очень понравился тренеру. И по игре так, ну, вот, ходил на игры, потом он еще. Говорит, все заявят тебе в эту, в основную команду. Все тут точно заявят. И тут такая беда случилась, короче. Не знаю, так. Вот давай уже, теперь начнем. Я пошел, короче, покурить. Это... Ты курил в Севасте? Да. Пошел покурить, я думаю. Не знали об этом тренера? Чухали. Что-то не чухать. Пошел я покурить за базу. Железное место, никогда не валился, ничего. А это последняя игра была. Все, отыгрывай. И в основной команду. Все. Я, короче, стою. Откуда он нарисовался, я вообще не понимаю. Пать куряю, а? Знатин Саныч. Откуда он нарисовался, я не знаю. Ну, короче, ладно. Он говорит, ну, все. Я думаю, может, как-то он знает ситуацию, по-моему. Все это. Я думаю, ну, ладно, может, там, простит. Молодой. 21 год. Ну, короче, я... Они меня отправили в дубль-дубль. Я, конечно, у команды была. Короче, вместо второй лиги я пошел в дубль-дубль играть. И оштрафовали меня очень сильно. На копеечку, на хорошую. Как ты умудрился именно просрать это все? Один из самых талантливых за последние, там, десять лет футболистов своего года. Века. Века. Я это понимал, конечно. Ты сильнейший эверок в своем возрасте. Как так получилось, что вообще сейчас, по сути, ты с картой футбольной даже Брянской области пропал с радаром? Ну, как так получилось? Знаешь, в чем дело? Я, как бы, очень, очень хотел, чтобы дали вот шанс, как бы, еще, там, знаешь, поехать куда-то. Почему я в Железногорск поехал, а не поехал, там, куда-то, например, не знаю, по области играть. И то спасибо Дайбандуичу, говорится, опять же. Он, я пришел на тренировку в Арсенал, вот, и он говорит, давай, как бы, это, в Железногорск. Он Ефимовичу позвонил тренеру, и я поехал туда, только из-за этого. А так бы, я вообще не знаю, может быть, даже из Железногорска никто, никому ничего не надо. Мы подходили к заложному, это агент Динамо был такой, как бы, подходили, я подходил митинг, Лавушкин Саня подходил. Попробую отдать ребят, ну, как бы, получилось так, как бы, закончился контракт. Отдайте, мы поедем, съездим, хотя бы, просто, ну, помогите трудоустроиться, хотя бы. Ну, никаких, ничего, никаких, а как я сам поеду? Куда? Это ж тебе не позвонить, там, как бы, ну, просто в интернат, как бы, в детстве, позвонил, и там... Это один нолик. Ни для кого не секрет, что многие футболисты любят футбол за то, что после футбола. Есть такая, да. А в какой команде, скажем так, вот после футбола это прям запоминательный момент? Запоминательный, конечно, много моментов было. Могу и сказать там просто поржуете. Получаем мы зарплату в Железногорске. А тренер там был умной какой-то. Короче, у него что-то с головой не то. Он орал постоянно, как ненормально. То ли мы выиграем, проиграем, орал и все. Короче, он подходит, получили мы зарплату, пошли на тренировку. Потом как раз был перерыв между кругами. Вот. И он у нас подходит и говорит, так деньги получили? Да, получили. Так много не пейте. Так что вы там завтра все на тренировку как огурцы были. Короче, поехали мы всей командой. После этой тренировки помылись. Поехали в суши-бар. Заказали большой корабль и суши на всю команду. Всей командой, кстати, поехали. И, короче, приходим мы раз на тренировку на следующий день. Нормально. Потом опять вот этот суши-бар. На следующий день. Опять в суши-бар. Потом там еще кафе было Париж. Парижская башня такая... Как Парижская башня, понял? Эльфио. Эльфио, да? Эльфио башня. Ну, короче, еще два дня в этой башне подряд. На тренировку в башню, на тренировку в башню. То есть, вообще, там весь прям вот от и до. Да, вот и до, короче. От заката до рассвета. От заката до рассвета на заведение туда. Короче, закрывалась-то заведуха, да? В этой, как по башне, понял? И там шашлычка. Она прямо возле нашего профилактория была. Профилактория-то лечебно-трудовое? Ну, для нас было лечебно, короче. Мы там лечились постоянно. Туда-то он даже туда не заходил никогда. Потому что, если он туда зайдет, короче, у нас было... Мы все, короче, все абсолютно были, кроме одного человека, кроме капитана нашего. Мы были все не местные. Ну, представляешь, ты тренировался ты полтора часа, да? И за день. Что тебе делать там? Ну, что делать там? Полтора часа тренировался и все. Кормит тебя, поет, обувает. Ну, надо где-то отдыхать. Ну, в карты поиграешь и все. А что дальше делать? Ну, короче, вот, слушай. Это вот эта неделя, про эту неделю, короче, рассказывайте. Мы выходим с этой башни, постоянно она закрывалась. Ну, может, час закрывалась, значит. Мы, короче, в эту шашлычку, которая... Шашлычка работала до упора просто. Ну, в эту шашлычку. А у нас девки, знаете, короче, официантки. Он говорит, да какой вы футболисты вообще? Как так можно столько ему пить? Просто в усмех, короче. Одного там белка схватила, короче, сижу с ним. Сидим, короче, мы там, какие-то девчонки сидят. А там баба, короче, сидела с нами, подошла. Какая-то то ли барчиха, то ли каратистка какая-то. Ну, такая симпатичная, знаешь. Короче, глушить, начало вместе с нами его дарует. Понял? Лучше ты, лучше ты, лучше ты. Там уже половина наших лежит, короче. Она нормально сидит лучше. У малого уже белка кто-то там санурядом сидел, короче. Короче, санурядом сидел, короче. И прямо побежал, прямо в пустой головой нырнул туда. Короче, ты представляешь это дальше? Наутро просыпаемся, короче. Капитан наш заходит. Там Серега здоровый, корки мочил вообще до упора. Ну, он сейчас ему сколько? 10 лет прошло, ему за 40 уже. Вот он заходит, говорит, где мои вещи? Я говорю, откуда я знаю, где твои вещи? Ну, короче, это... Просто на забор повесил вот так вот на этой шашлычке, короче. А девчонки знали, где мы, короче, занесли туда. На базе. И, короче, тренеры. Первый день, второй день, третий день. Он, короче, видит, что тут все без слов говорить. У всех рожают такие-то здоровые, блядь. Кого вообще нету, нахуй. Кого просто нету, ёпта. Человека найти не могут, ёпта. Короче, он первый, второй, третий день. Просто устное предупреждение. Просто орал-то начал, короче. И это... Просто потом уже день перед игрой, потом играли по субботам всегда. Ты на КФК, короче, был один из команд. Вас закрывали на базе. У нас там невозможно было закрыть, просто мы жили на первом этаже. Можно было выйти, и кто нас там не закроет. Можно в окно было вылезти, и всё. Вот. И, короче, тренер, короче, ну не выдержал он просто. Ребята, пожалуйста. Просто мы его довели просто, да? Доинфакт, всё доинфакт они довели. Пожалуйста. Давайте все вместе выйдем из этого сумрака, короче. Вот. Короче, ну никак у меня не получилось. Вот смыть, и мы опять просто завтра на следующий день играли, играли, короче, против Калуги. Калуга дубль. Команда, ну там, на предпоследний месяц что-то шла. Вот. Утро, все просыпаются. После шашлычки. Калорабан. Ну все, ну просто так из этого сумрака, так, короче, быстро не выйдешь. Ну, мы, короче, идем на игру надо. Игра в пять. Пошли, короче, на... А там состав выставляли, короче, то есть после обеда. Состав называют. И, короче, пошли в профилакторию, там ещё чуть-чуть потусовались, и на игру. Идём на игру малых, который бегал в эти пусты. Короче, говорит, всё, не могу. Я говорю, сейчас до стадиона не дойду. Он в основном составе. Я говорю, до стадиона не дойду сейчас просто. Я говорю, ну здесь зайди в магазинчик наш. Сошёл, смотрю, уже глушит эти патроны, короче. Всё нормально, выходит в основе. 2-0 ведём. Я стою, наверное, заменим. Остаётся минут 30, наверное. 2-0 ведём. Я выхожу, короче, забиваю. Гречи просто даёт пас. С фланга. Я головой забиваю. Потом ещё, короче, мог там пару точно забить. Ну что-то там смазано было, я не помню. Мяч, ну, бля, летит. То ли в ворота, то ли в штангу, нахуй. Короче, забил, там ещё что-то там вообще сыграл классно. Я говорю, ну надо по той же схеме продолжать. Что менять, нахуй? Надо по той же схеме продолжать. Её. Ну, это капотатом, по-моему, уже, правда, закончили всё это. Ну, такая неделя. А так, там просто, ну, как бы, после игр тоже суезды, понятно, едем. Мы, короче, поехали на этот самый, как бы, на турнир в Керчи. Приехали на турнир. Хорош такой турнир был. Приехали, короче, команды, там, с Урала приехали, чемпионы областей приехали, понял? Там с Урала и, по-моему, ещё откуда-то там, чуть бы не с в Новосибирск откуда-то летели. Там просто, как бы, турнир на юге сделали. Ну, вот такой турнир, как бы, для кого-то надо было выиграть. Там, как нам, например. Он сказал, надо первое место, там будет и за победу кажут. Короче, команда. Какая-то приехала, просто отдохнула, по-моему. Пацаны приехали, нахуй. Короче, блядь, тут турниры, море в этом. Там прям жили чуть-чуть за городом, как бы, а играли на центральном стадионе. И, короче, они сидят, по-моему, после этого, как бы, после этого. И, бог уча очередного, короче, сидят. Пацаны, мы сюда не играть, мы сюда не играть приехали. Приехали сюда отдыхать. Так что, сегодня максимум, ну, три хватит с нас, короче, три. Забиваете и всё. И больше не надо, как бы, мы сдаёмся сразу. Где этот, может, 5-0-6-0 выиграли в них. Они вообще не собирались ехать, короче. Вот. И дело в том, что этот Ефимыч, короче, тренер, у него там то ли племянница, то ли дочка, короче, всю семью туда забрал на автобусе. И остался там на два дня ещё. А мы всем автобусом, короче, поехали назад с Керчи, там, через границу. И на Железногорск поехали. Короче, затариваемся в этом, где-то Керчи. Представляешь ехать, ну. А вот тогда ещё продавали и пиво, короче, на эти, на заправку. Просыпаются утром на этом самом. Ну, утро уже. Надо границу проходить российскую. И с Украиной в Россию. И выходим прямо вот. Выходит вся эта пехота просто. Рожи вот такие того. А там прям сразу, короче, пив-бар сразу. А тренеров никого нету. Просто водитель один. Приходит, представляешь, что тут 16 человек этих вот вот с будками вот такими только поспали. Давайте с будками. Надо похмеляться перед границей. Просто сидят, этот водитель уже пикает. Там уже пьянка идёт вовсю просто на этом. Никуда мы не поедем, короче. Вот. Иначе поехали, короче, едем до Железногорска. Это Курская область. А там, короче, по объездной надо было ехать, чтобы ребят высадить там в Курске. Они, по основному, все половины там из дубля Курска. Вот. А топливо закончилось. И, короче, там девчонка, парня, жена останавливается, открывает. Она такая. Он, короче, этот малый. Ему было 21 год. А ей было 39. Он женился на ней. Вот. На свадьбе ещё ездили. Я богач. Вот. Потом, уже после сезона он женился. Вот. И она приезжает. У меня такая тачка, не помню. Какая-то летает. Там, короче, ворота здоровая. Она открывает багажник. Там полный забитым пивом просто. Каждый там по ящику и поехали дальше, короче. Вот такая вот история. Короче, там было. Я знаю, о чем поржать. Ты снайдера видел сейчас на живой? Ха-ха-ха. Это просто какой-то мешок. Вы даже не узнаете. Ладно, там эти хоть нормально выглядят. Это просто какой-то мешок. Какой-то маленький колобок её. Потом я приехал в железке и играл за бежицу. Ну, бежица тогда не по той команды была. Ну, вот. И как бы и по деньгам-то тоже ничего так. Ну, ладно. Ну, а куда я за бежицу начал играть? После бежица там за полпинку пошёл. Потом за почек полтора года. Вот за почек мы играли в партизанская команда у нас была. За почек очень хорошая. Вот мы полтора года там отыграли. Вот. И потом я пошёл куда? Потом я пошёл за полпинку. Вот сезон. Тогда в полпинке был играл Стрельбин, Санников. Санников, да. Были деньги и всё было. Да, были всё. И Баранов вратарь был. Андрюха. Да. Ну, вот этот наш, который сейчас там лучше в области. Два Запяткиных. Ну, там, короче, сильная команда была. Вот. И потом меня Ван Дович позвал в Синал. Как бы первый круг я там отыграл. Всё нормально. По основе, всё чётко. И позвонил Гленд Якович Дашунин. Такой легендарный. Легендарнейший тренер, да, непробиваемая. Легенда. Говорит, надо помочь. Когда-то он мне помогал там где-то что-то. Были проблемы и с коленами, опять же. Тоже, как бы, надо было где-то переиграть. Ну, надо где-то было играть. Вот. И, короче, я пошёл туда помогать Якович вместе с Дмитриенко Олегом там. У нас он двоих заявил. Они шли, по-моему, на последнем месте. Вот. И, короче, заняли то ли 10-е, то ли 11-е. 7 или 8 игр вообще не проигрывали никому. Набрали очков там сколько надо и всё спокойно отыграли. Потом был Белые берега. С Белых берегов, наверное, всё и началось. Я думаю, иначе позвал человека. Ну, я там начал, короче, косячить. Вот так вот. Мне особо приятно об этом разговаривать. Ну, начал игр пропускать, как бы. Вот. Ну, можно сказать, чем это связано. Ну, я с девушкой дружу, как бы, вот. Может быть, из-за что мы расстались с ней. Так-то на нервной почве я там долго с ней встречались. Может быть, из-за этого семья вроде всё нормально было, да. Вот. А так. А как всё вот это вот началось, ты говоришь, эти пьянки, да? А мне один раз даже поймали за руку просто. Тренер Пачкория. Сейчас один Александр Ильич. Откуда он всё чухает, я не понимаю. Вот серьёзно говорю, откуда. Мы, короче, были в бане на Отрадном, да? И после бани пошли пивка попить. Двоём с пацаном. Вот. Не буду говорить с каким, там все поймут. Вот. И думаю, куда пойти. Ну, пошли возле базы встали. Там по бокальчику выпили. Ха-ха-ха. Честно, по бокальчику. Куда двигать надо? Встали возле базы, это не серьёзно, правильно? Ну, там магазинчик был. Надо... Встали возле базы. Выпили. Думаю, ну куда-то дальше ехать. Поехали, короче, в шляпу на таксопарке. Приехали в шляпу на таксопарк. Сели. Сидим, выпиваем пиво. Что-то раз-раз. У меня этот чудак, короче, на меня говорит. Говорит, посмотри назад, Саныч сидит. Я такой, да ладно, откуда он там взялся, я не пойму просто. И, короче, вот поворачиваюсь. О, он сидит, правда. Ха-ха-ха. Он такой, ну ладно, надо текать отсюда побыстрее. Пока Нурс не увидел. Да, он говорит, надо текать отсюда, пока он не увидел. Он зашёл вообще какой-то. Как будто я не знаю просто, никто его не заметил. Он у нас там бокалами всё составлено уже. Короче, лучше хорошее, надо текать. На следующий день. Тренировка. Ну, середина недели какая-то. Ну, что там? Он, что скажет? Сидим вдвоём. Да, да, нет, нет. Что прокатило? Заметил, не заметил, короче. Сидим. Так собираем. Он идёт, короче. Не смотрит на нас. Мы сидим там на диванчике. В отратке, так и диванчик. Перед из раздевалка. Сидим, смотрим на него. На нас не смотрит ничего. Зайдите, это какого. Собрание, срочное собрание. Я такой, Дей. Лёха, Дей. Короче, с Лёхой Дейом. Дей выгорелся. Вот. Ну, всё, отверались мы. И, короче, он говорит, Дей, что пили? Пиво. Банно, что пили? Я такой, сок, ё-о-о. Короче, ну, выговор получили мы. Вот. И всё. Там, какой-то. Мог бы написал, типа, а надо было в контракте, если тебя, короче, хотят зарплату урезать тебе, надо, чтобы два замечания было у тебя в месяц. Вообще. Вообще в целом. По контракту. По контракту. А тогда не платили, я помню. Знаешь, сколько месяцев не платили нам? Это ещё не то было. Это послед... А. Или это уже... Короче, нам не платили, и получилось за весь... За всю сумму, короче, вот сколько по времени. 14 месяцев. И вот... А на что жили вообще? На что пили? А, вот это было... Было тяжело, конечно. С этим делом. Ну, уже находили как. Где-то там родители что-то. 14 месяцев мы не платили зарплату. Вот. Мы вообще не рассчитывали уже потом получить её, как бы, эту зарплату. Здрасте. Здрасте. Понял последние годы, что это основное в жизни вообще, это здоровье. И, как бы, как говорится, в таком возрасте, который вот, юноша, да, стараться поскорей уехать из Брянска играть. Поскорей надо уезжать из Брянска. Вот, допустим, вот этот пример, который вот, парень, вот этот, он играл по Музапоке, он сейчас в Тамбове, да? Как Романов. Да. Как Романов. За Тамбов, да? Он брянский, да, парень? Вот он сделал абсолютно правильно, что уехал отсюда. Уважаемые подписчики, ну, как бы, новая фишка от канала Один Голик, вот, с Олегом Бановым, как первооткрывательным этой фишки. Надеюсь, что... Короче, подарок от нашего гостя. С автографом. Кто угадает, кому я забил гол на партизане в центру поля в девятку? Было это пять лет назад. Все. Все. Что нужно ответить? За какую команду ты играл? Либо кому просто? Кому? Я играл за полкнику. Кому я забил этот гол? Какой команде? Тот получит приз. Первый напишет. Тот получает вот этот стакан. Он, правда, не граненый. Граненый не удалось найти. Но тоже хороший стакан, достаточно качественный. Он такой, ну, увесистый. Разбить его, как бы, не так уж и легко, я хочу сказать. Так что, я думаю, что трофейный, как бы, стакан от Олега Банова. Давайте. В комментариях под видео на ютубе пишите. Кто первый напишет, пожалуйста, кто ты выиграл. Все. Ален Делон, Ален Делон не пьет одеколон. Ален Делон, Ален Делон пьет двойной бурбон. Ален Делон говорит по-французски.